Война или перемирие? Стихийная торговля в областном центре стала причиной многолетнего конфликта между уличными торговцами и властями города. Систематические рейды мониторинговой группы дают лишь временный эффект. Свой вариант разрешения ситуации предложили корабейники. Подробности из материалов сюжета. Систематические рейды мониторинговой группы дают лишь временный эффект. Если бы этот участок Арбата узаконили и создали для нас условия именно на этой улице, мы были бы только рады. Ведь никто из нас не отказывается оплачивать налоги в казну города. И за аренду исправно бы платили. И своё рабочее место содержали бы в чистоте. Для нас делали небольшой базарчик в другом месте. Но там проходимости нет. А товар у нас быстропортящийся. Вместе с количеством составленных полиции протоколов растёт и людское негодование. Деньги торговцам даётся нелегко, но их часть уходит на оплату штрафов. Сотрудникам полиции Восточно-городского отдела полиции было составлено по стихийной торговле около 600 протоколов. До нарушения статьи 204 КОАП РК вид наказания идёт сначала предупреждение, либо штраф в размере 5 МРП. По второму, в тот же год, составляется частью второй 10 МРП штраф. Стихийная торговля в период карантина представляет опасность распространения коронавирусной инфекции, утверждают специалисты городского СЭС. Так называемый бизнес на асфальте может стать причиной и других опасных заболеваний. На сегодняшний день вопрос стихийной торговли в неустановленных местах держится на особом контроле. Сейчас в период карантина здесь всегда большое скопление людей. Это уже нарушение социальной дистанции. Наряду с этим полнейшая антисанитария. Рейд мониторинговой группы в очередной раз выявил уже существующие нарушения. По ним составлены административные протокола трём гражданам. Остальным вынесено предупреждение. Однако эти меры не решают основной проблемы. А потому уличные торговцы надеются, что власти города их услышат и примут их условия. В Карасайском районе 16 семей отметили новоселье. В эксплуатацию сдано арендное жильё, специально построенное для многодетных и малообеспеченных семей. Радость счастливых новоселов разделила и наша съёмочная группа. Дом, милый дом. Уютные, светлые, просторные квартиры. Семь и восьмя чередников получили жильё в микрорайоне Карлгаш, города Каскелен. Он застраивается по программе Нурлежер. И хотя за жильё предусмотрена ежемесячная аренда 10 тысяч тенге, для абсолютно нового и комфортного жилья это ничтожно малая сумма. Рады новосёлы. Воспитываем пятерых детей. Нелегко всё время арендовать квартиры за высокие цены. Спасибо государству за заботу. Теперь можно сосредоточиться только на воспитании детей и работать, не покладая рук. Долгожданные квадратные метры получили и шесть семей в южном микрорайоне Каскелена. Ещё две семьи отпраздновали новоселье в населённых пунктах Жамбел и Шамалган. В целом до конца года новым жильём власти планируют обеспечить порядка 300 семей. Сейчас завершается строительство двух домов в микрорайоне Карлгаш. Один на 40 квартир, второй на 50. Сдадим объекты уже в ближайшее время. Также порядка 200 коттеджных строений возводится в микрорайоне Умрзак. Всего в Карасайском районе на очереди за жильём стоят более 5000 человек. С завершением текущего строительства очередь продвинется на 300 человек. Ещё 53 будут обеспечены арендными квартирами по программе Нурлажер. Для этого бюджет уже выделил 619 миллионов тенге. Елена Анарельбеков, Курмажан Касандранова, Амажал Жанкеш, телеканал Житсу. Я буду жить. Жительница города Текили Бикеш Мукатай стала матерью долгожданной дочки. Но история рождения малышки связана с тяжёлой для её матери ситуацией. За жизнь женщины более полутора месяцев боролись с врачей Таткурганской городской многопрофильной больницы. О деталях этой истории расскажет наш корреспондент Кульмира Тимиргалиева. Бикеш Мукатай – мать теперь уже троих детей. Её долгожданная дочь родилась при сложных для женщины обстоятельствах. Будучи на большом сроке беременности, она заразилась коронавирусом. Болезнь обострилась из-за двустороннего поражения лёгких почти на 80%. В срочном порядке женщина была доставлена в многопрофильную больницу. У пациентки проведена экстренная операция по жизненным показаниям родорожения путём кесервосечения. Ежедневно проводились консилиумы совместно с гинекологами, хирургами, урологами, терапевтами, инфекционистами. И, естественно, учитывая, что она находится в реанимации, в основном контроль проводился реанимационными реаниматологами. Благодаря усилиям врачей, медицинского персонала на сегодняшний день пациентка стабильная, но в дальнейшем пациентка нуждается в реабилитации. С начала пандемии в стенах медучреждения от коронавирусной инфекции излечено свыше 270 человек, в их числе и Бекеш Мукатай. Случай женщины в сотруднике больницы считают уникальным, а сама пациентка с нетерпением ждёт выписки домой к двум сыновьям и новорождённой дочери. 27 июля я попала в многопрофильную больницу в тяжёлом состоянии. На тот момент я была беременна. Сейчас мне немного лучше. Благодаря усилиям врачей я встала на ноги. Я признательна всем врачам, всем медсёстрам за их труд, за то, что подарили жизнь мне и моей малышке. Сейчас, когда статистика заболеваемости на спаде, медучреждение уже начало проводить приём пациентов и плановые операции. В Актау раскрыли подробности громкого убийства члена ОПГ «Четыре брата». Мужчину 1973 года рождения буквально изрешетили дробью в центре города, передаёт корреспондент КТК. Его доставили с множественными ранениями брюшной полости. 47-летний мужчина скончался на операционном столе. Выяснилось, что убиты 11 членов криминальной группировки «Четыре брата». Стрелявшего заключили под стражу. В настоящее время ведётся расследование и поиск сообщников. Возможность для заработка. Магисталовские бизнесмены в период пандемии переоборудуют рестораны под учебные центры. На такой шаг предприниматели толкают месяцы простоя. До карантина в точках общепита банкеты организовали несколько раз в неделю. Сейчас вместо фуршетных столов стоят парты. Владельцы заключают договоры с образовательными центрами и переоборудуют банкетные залы. Теперь в роскошных залах ресторанов появились учебные кабинеты. Школьники получают услуги предметных репетиторов и готовятся к сдаче ЕНТ. Нарушители, едущие по встречной полосе движения, нашли и отдали под суд Карагандинской области. Видео засняли очевидцы в момент езды Лихача по встречке и опубликовали в социальной сети Instagram. Сотрудники Департамента полиции Карагандинской области приняли соответствующие меры к 24-летнему нарушителю. Ему грозит лишение водительских прав сроком на 6 месяцев. Для представителей сфер искусства и культуры Алматинской области наступил новый сезон. А это следующая ступень к развитию успехов овациям. Однако насладиться театральной постановкой зрители смогут лишь через телеэкраны. Телевизионные съемки организованы в соответствии со всеми санитарными требованиями. В онлайн программе приняли участие представители коллективов Алматинской областной филармонии имени Суинбая и драматического театра имени Бекенримовой. Телевизионная версия концерта будет представлена в ближайшие дни на телеканале ЖТСУ. К другим темам. В профсоюзе работников науки и образования Алматинской области новый председатель. 18-е внеочередное заседание проводилось в закрытом формате. Своей кандидатурой на должности выдвинули сразу трое желающих. После агитационных выступлений с презентацией запланированной деятельности кандидатов, делегатами конференции был выбран Мэл Столипергенов. В голосовании участвовали 45 делегатов. По итогам заседания он стал председателем профсоюзной организации работников науки и образования Алматинской области. Новоиспеченный избранник выразил благодарность за оказанную поддержку и продемонстрировал твердое намерение работать на всеобщее благо. До этого я работал в городском, председателем городского профсоюза работников образования и науки. Как поддержали мои коллеги, выдвинули на эту должность. Теперь я постараюсь изо всех сил оправдать их доверие. День семьи стал поводом для волонтеров, чтобы подарить частичку добра для 10 малообеспеченных и многодетных семей Талдыкургана. Добровольцы пришли не с пустыми руками. Мука, сахар, макароны, изделия, масло и другие продукты питания были собраны за счет неравнодушных граждан. Провиант получила и семья многодетной матери Нургуль Тухтиевой. В это непростое время помощь волонтеров своевременно, выразила признательность мать шестерых детей. В настоящий момент в Алматинской области действует более 2,5 тысячи волонтеров. Сто из них в городе Талдыкурган. Ежедневно их ряды пополняются новыми членами. В их обязанности входит не только разводка продуктов и вещей первой необходимости, но и помощь по дому, уход за престарелыми людьми. Кроме того, на их счету уже 18 подшерстных семей. Как отмечают добровольцы, особых трудностей в работе с ними нет. Проблемным они считают привлечение спонсоров. Однако среди неравнодушных граждан есть и те, кто систематически помогает не только продуктами питания, но и работает автоволонтерами. Мы посетили 10 семей. Им были доставлены продуктовые корзины, собранные неравнодушными гражданами города. Хочу отметить, что в нынешний год волонтера число наших добровольцев день от дня становится больше. Кроме того, мы на постоянной основе помогаем 18 семьям. Среди них многодетные, малообеспеченные и имеющие на попечении инвалидов. Берлин готов предоставить данные о состоянии Навального. Управление юстиции Берлина поручило столичной прокуратуре передать России информацию, но лишь при личном согласии самого оппозиционера. Об этом ведомство сообщило в Твиттере. Ранее российское руководство высказывало сильную обеспокоенность тем, что Германия отказывается предоставлять такие материалы, ссылаясь на тайну следствия. При этом немецкие политики говорят о применении отравляющих веществ как о факте. В российском МИДе происходящее назвали отказом правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования. На Тихоокеанском побережье США полыхают пожары. Огнем охвачена огромная территория в Калифорнии, а также соседних штатов. В Орегоне местные власти вынуждены были эвакуировать 500 тысяч человек. Это почти 10% населения штата. Только в Калифорнии общая площадь лесных пожаров в этом году составила почти миллион гектаров. Благодаря своевременной эвакуации число жертв незначительное, но материальный ущерб огромный. Тысячи сгоревших домов уничтожены целые хозяйства. Пока лесные пожары на западе США взять под контроль не удается. Правительство Армении приняло решение ввести в стране карантин до 2021 года. Он заменит режим чрезвычайного положения, введенного ранее. Решение принято властями с учетом того, что в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а также тем, что эпидемиологическая ситуация во всем мире остается напряженной. На сегодняшний день в республике подтверждены более 45 тысяч случаев коронавируса. Юношеская сборная Казахстана по греко-римской борьбе приступила к тренировкам в зале. После затянувшихся ограничительных мер это хорошая возможность вернуть пиковую физическую форму. Для этого в залах созданы все необходимые условия. К слову, спортсмены готовятся к конкретным первенствам. В конце года планируется проведение чемпионата мира, который должен пройти в одной из стран Европы. Также в течение полугодия пройдет чемпионат Азии. Ставка на казахстанских борцов велика. Стоит отметить в составе национальной сборной немало спортсменов из Алматинской области. 4-5 месяцев тренировались на свежем воздухе. С 1 сентября приступили к полноценным тренировкам в зале. Теперь будем усиленно тренироваться. Предстоит еще много работы. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. Хорошего вам выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»